Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Я рад приветствовать вас на канале QWERTY. Вполне разумно, что мы не представляем жизни без кислорода, ведь практически все организмы на земле в нем нуждаются. И кажется, если он исчезнет хотя бы на чуть-чуть, это приведет к невероятной катастрофе. В интернете полны и полно статей и постов по этому поводу, что мы, мол, сгорим в ультрафиолете, небо почернеет, голова взорвется от перепада давления, дома развалятся, ну и тому подобное. Но так ли это? Давайте разберемся, какие будут последствия от 5-секундного кислородного голодания планеты, если вообще будут. Сначала вообразим, что если исчезнет только газообразный кислород. Ну, жизнь на земле не исчезнет без него, человек легко переносит 5 секунд без кислорода. Да и к тому же мировой рекорд по задержке дыхания вообще больше 23 минут. Можно 4 раза это видео пересмотреть. Да и к тому же существуют организмы, анаэробы, которым вообще не нужен кислород для обмена веществ и нормальной жизнедеятельности. Но возникает другая проблема. Если кислород исчезнет мгновенно, то тогда атмосферное давление резко уменьшится на 23 процента. И, казалось бы, это может привести к сильным травмам, например, ушей. Ну, потому что внутри человека прежнее давление, а внешнее давление уменьшилось. Ну, как бы да, но нет. Такое перепад давления слишком слабый для сильных травм. Резкое уменьшение давления называют взрывной декомпрессией. И такое уже было на рейсе одной авиакомпании в 88 году. На высоте более 7 километров самолету снесло чуть ли не треть обшивки. В результате давление уменьшилось на 56 процентов, однако самая сильная травма из-за этого была, ну, просто воспаление перепонки. И то только у одного пассажира. Так что не волнуйтесь, бошки не повзрываются, когда кислород исчезнет. Что касается цвета неба, то он сильно не изменится, и оно не почернеет. Ведь почему небо синее? Да потому что молекулы воздуха движутся хаотично, и в каких-то местах их чуть меньше, а в каких-то чуть больше. И свет как раз таки рассеивается на вот этих вот сгустках, на местах скопления молекул. И не важно, что это за молекулы. Исчезнет кислород, останется еще очень много азота, и свет охотно будет рассеиваться и на его молекулах. Поэтому небо потемнеет только лишь чуть-чуть. Так что, готы, обломитесь, черного неба вам не видать. Хотя принципиально для них это или как? Так, ну какие-нибудь серьезные-то последствия будут? Не беспокойтесь, будут. Кислород является единственным нашим защитником от опасного ультрафиолетового излучения Солнца. Молекулы кислорода просто-напросто поглощают фотоны ультрафиолета. При этом они распадаются на отдельные атомы, и из этих атомов уже образуется озон. И, кстати, озон тоже хорошо поглощает ультрафиолет. Так вот, если наши защитники исчезнут, то тогда за 5 секунд можно будет получить дозу ультрафиолета в 300 раз больше допустимых норм. А с вот этим уже шутки плохи. Так что прячьтесь в тенек, или лучше вообще не выходите из дома. И это, что ли, шторы за шторьте. Но самое интересное произойдет, если вообразить, что кислород исчезнет вообще, даже из соединений. Вообще в атмосфере содержится просто ничтожная доля всего кислорода на Земле. Например, в морях и океанах в составе молекул воды его в тысячу раз больше. И если он исчезнет, то тогда вся вода превратится в водород и улетучится. Но все же львиная доля кислорода содержится в земной коре и мантии. Да, по сути, практически весь. Там он входит в состав оксидов и прочих соединений. И вы только представьте, атомы кислорода составляют практически половину массы земной коры и мантии. Что касается ядра, то там кислорода практически нет. Получается, что если он исчезнет, то наша планета станет на 30 процентов легче. От этого сила тяжести уменьшится практически в полтора раза. При этом кора и мантия станут менее плотными и начнется их неизбежное падение на ядро. В итоге радиус Земли уменьшится на 17 процентов, а скорость вращения вокруг своей оси чуть-чуть увеличится. По той же самой причине, что и ускоряется вращение фигуристов, когда они перегруппируются. Дело в том, что чем ближе масса сосредоточена к оси вращения, тем быстрее это вращение. Можете сами в этом убедиться на крутящемся стуле или на гимнастическом диске. И вот что интересно, если Земля станет легче, то тогда она не сойдет со своей орбиты, как это кажется на первый взгляд. Нет, конечно, при уменьшении массы уменьшается и сила. Можно это самому почувствовать, если вращаете, например, спортивный молот и от него отколется кусочек. Вращать же станет легче. Но если мы подставим это в закон всемирного тяготения, то тогда уменьшается масса, уменьшается сила, а вот радиус останется тем же. Получается, что если кислород исчезнет, Земля останется на своей орбите. Правда, это будет уже просто дурацкий безжизненный шарик. Так что даже не вздумайте избавляться от кислорода. Да в химическом составе человека 65% это кислород. И пускай его не будет даже 5 секунд, если мы распадемся на атомы, то кроме эволюции обратно нас никто не соберет. А она за разы медленно, миллионы лет придется ждать. Ну, блин, все новые части Half-Life пропустим, там еще видюху нужно обновлять. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, берегите планету и спасибо за просмотр.